Всем привет! С вами админ сайта playtennis.ru Сергей Подоляк. Выпустить этот ролик меня подвиг в спор в интернете двух тренеров о том, надо ли закрывать плоскость ракетки в момент контакта или нет. Я сначала проигнорировал этот спор, но когда он стал неинтеллигентным, решил сделать это видео. У нас с Андреем Мерином есть интерактивный урок на эту тему в свободном доступе. Он называется так «Нужно ли закрывать ракетку при контакте?». Судя по всему, там не было ответов на все, и как дополнение смотрите этот ролик. Итак, по почте пришла ссылка с ютуба. Есть Федерер со слоу-моушеном справа. Название ролика – Roger Federer Slow Motion Video. Посмотрите в интернете. Я это видео не могу опубликовать в своем ролике, оно принадлежит не мне, поэтому покажу на том материале, который снимал лично. Итак, в каком положении находится ракетка в точке контакта? Желательно, чтобы камера находилась напротив точки контакта. Как правило, почти все ролики в тубе сделаны так, чтобы игрок визуально выглядел хорошо. Но нам нужна техническая съемка, поэтому половина кадров из того ролика мы отметаем. Второе условие – это должен быть удар из удобного положения. Дайте нам условие, чтобы сыграть правильно, а уж неправильно мы сами найдем, как сыграть. Поэтому только 11 и 24 секунды того ролика – это то, что надо. Итак, посмотрим – Federer, Димитров, близнецы, братья. На Роджере не видно, но Грегор вот так. Хотя ракурс немного не тот. Посмотрим повнимательней. Вроде как не особо закрывает. Вот Мария и опять Грегор. Тоже не чужие друг другу люди. Какие-то градусы может и есть, но они очень незначительны. Мария и Катя, судите сами. Вот Рафа. Ракурс, конечно, не супер, но в принципе видно, что ракетка почти параллельна сетке. Но может с крошечным закрытием. Смотрим дальше. Вавринга. Человек неплохо бьет по мячу. Ракурс немного впереди сбоку, но мне кажется плоской, струн почти без наклона. Про Машу говорили. Коля здесь в условии начала разминки, поэтому не судите строго. А вот у Дениса, сами видите, точка просто супер. Ну и как видно, струны почти параллельны сетке. Поехали дальше. Вердаска. Самый хлесткий человек в мире, но плоской струн, как у всех нормальных людей. Практически слито сеткой. Наш Миша Южный аналогично. Хотя они играют по-разному, но к мячу приходят как положено. Цонга. Идеальный ракурс. Судите сами. А Федерер как всегда прячется, но ничего, мы его еще дальше поймаем. А, вот и наш Роджер. Пожалуйста, удар в высокой точке. Разминка перед первым кругом на Ролан Гаросе. Ракурс идеал. Плоскость ракетки параллельно сетке. Удар в средней точке. Камера точно сбоку контакта. Мяч удобный. Смотрим положение плоскости. В условиях игры Федерер иногда попадает нижним краем. И, конечно, ракетка отыгрывает. С Федерером в нашей видеотеке такого нет. На разминке он играл четко. Но на примере Блэка видно, мяч попал в нижний край. Предприятие пронировалось, ракетка закрылась. Этот случай подробно разобрал Андрей в руки, нужно ли закрывать ракетку при контакте. Вывод. Ракетка в момент контакта почти параллельна сетке. Почти – это либо параллельно, либо незначительный наклон 3-5 градусов. В завершение добавлю, что существует базовая техника удара, а есть конкретный случай, когда было неудобно играть, игрок или опаздывал, или тянулся к мячу. Много причин, влияющих на базовую технику. В том тубовском ролике о Федерере они присутствовали. У нас с Андреем нет задачи сделать какую-то хохму на тему тенниса и набрать лайков. Мы хотим дать информацию, которой на русском языке почти нет. В данном видео мы показали, как работает анализ какого-то сегмента техники. Хотя в данном случае это был больше шоу-анализ. В реальной жизни приходится часами гонять какой-то элемент удара, чтобы разобраться в технике и увидеть логику движения. Смотришь, где оно начинается, куда заканчивается. Что параллельно с этим происходит в других сегментах тела. Сравниваешь с другими. Могут быть и ошибки. Мы же люди. Долгий, ответственный, но интересный процесс. Ну что ж, пора прощаться. С вами был Сергей Подоляк. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok